Привет, я Ирина Коновалова, преподаватель биологии школы Степенин.ру. И сегодня мы поговорим о видообразовании, о том, что это такое, какие виды видообразования выделяют и какие задания на видообразование встречаются в ЕГЭ. Итак, поехали. Видообразование – это процесс возникновения новых биологических видов или изменение их во времени, как, например, это происходило с лошадью. Там просто вид изменялся во времени. Но мы сегодня будем говорить о дивергентном видообразовании. Это разделение первоначального единого вида на два или несколько новых. Ключевой фактор в видообразовании – это изоляция. Изоляция – это разобщение особей в результате каких-то событий, то есть возникает барьер для свободного скрещивания. И в результате между особями прекращается обмен генами, который ранее поддерживал генетическую однородность вида. Получается, что в изолированных популяциях накапливаются мутации, и эти изменения накапливаются и закрепляются отбором. Таким образом, ранее единый вид может преобразовываться в несколько разных видов. И в зависимости от того, какая изоляция здесь действует, в зависимости от характера изолирующих механизмов, выделяют географическое и экологическое видообразование. Географическая изоляция – это появление какой-то преграды, разделяющей ранее единый ареал. То есть это могут быть какие-то реки, это могут быть горные массивы, это может быть, как, например, образовался Берингов пролив, то есть ранее это был единый кусочек суши, но вот Берингов пролив разделил Чукотку и Аляску. Эти преграды могут образовываться в результате антропогенной деятельности, то есть люди могут строить дороги. Автотрасса разделяет ранее единый лесной массив, или это может быть водохранилище, которое образовалось в результате строительства гидроэлектростанции, или это может быть расширение ареала, то есть ареал становится настолько огромным, что вот ранняя единая популяция разделяется на несколько популяций, которые разделены вот этим вот большим расстоянием. Пример географического видообразования – это образование трех видов ландыша. То есть у ландыша был исходный вот этот вот единый ареал, который в результате оледенения оказался разорван на несколько частей. И ландыш сохранился только на лесных территориях, которые избежали оледенения здесь и здесь. То есть ранее единый ареал был разделен непреодолимыми преградами, и далее вот в этих изолированных популяциях накапливались мутации, которые закреплялись естественным отбором, и в результате образовались три вида ландыша, которые различаются размером цветков и формой листьев. Что касается экологического видообразования, у нас экологическая изоляция. Здесь все события происходят в неизменном ареале. То есть как отличить географическую изоляцию от экологической? При географической ареал меняется, при экологической изоляции ареал не меняется, он остается тем же самым. В пределах одного неизменного ареала начинают выделяться несколько групп, которые различаются по каким-то признакам, и далее в результате накопления мутаций, которые поддерживаются естественным отбором, они утрачивают способность скрещиваться друг с другом. И тогда можно говорить об образовании новых подвидов и даже видов. Что это может быть? Это может быть приспособление к разным условиям обитания в пределах того же ареала, или к кормам, которым питаются особи вида. Как, например, это произошло в высокогорном озере Сиван, где форели обитают на разной глубине. Так как озеро высокогорное, то на разной глубине сильно различается температура, и из-за этого различаются сроки нереста. И образовались вот эти вот пять видов форелей, обитающих в этом озере Сиван, которые нерестятся в разных местах, на разной глубине, в разные сроки. Другой пример экологического видообразования это дивергенция рыб цихлит, которые обитают в африканских озерах Малави, Таганьика и Виктория. Изначально каждое озеро было заселено небольшим числом рыб, которые потом быстро разделились на разные экологические подгруппы. И в этих озерах выделились рыбы, которые питаются разным кормом, то есть они питаются зоопланктоном, или они соскребают водоросли с камней, то есть они питаются растительной пищей, или они могут обкусывать чешую других рыб. И при этом все эти рыбы, они контрастно различаются по форме тела, по окраске, по строению мозга, по поведению. И, соответственно, они уже утратили способность скрещиваться друг с другом. И, кстати, это еще интересный пример конвергенции. То есть это три разных озера, но в этих трех озерах независимо возникают группы рыб, которые питаются сходным кормом. При этом, смотрите, выглядят они по-разному, но из-за сходного корма у них будет похожее строение челюстей, например. И в природе вот эти вот разные виды цехлит, они не скрещиваются друг с другом. В каких заданиях это может встречаться? В заданиях на соответствие. Здесь у нас способы видообразования, географическое и экологическое. И нам нужно разделить характеристики. Смотрим. Если у нас не меняется ареал, значит это экологическое видообразование. Вот разделение по способу питания. Это освоение разных экологических ниш в пределах одного ареала. То есть это экологическое видообразование. Расширение ареала как раз таки связано с изменением первоначального ареала. То есть популяции расселяются на большую территорию и утрачивают связь друг с другом. И это уже не первоначальная популяция, а это уже изолированные отдельные популяции. То есть это географическое видообразование. Разные сроки размножения особей внутри ареала. Как это было с сиванскими форелями, они обитают в одном озере, у них один ареал, но разные сроки размножения. Это экологическое видообразование. Возникновение преград, созданных внутри ареала вида, человеком. Это автострады, это водохранилища, то есть это расчленение изначально единого ареала. Это географическое видообразование. Переселение части особей на другие территории, то есть это опять-таки расширение ареала, изменение его границ. Это географическое видообразование. Расчленение территории горными массивами, реками, то есть опять-таки разделение изначально единого ареала, это географическое видообразование. Другие задания, в которых нам может встречаться видообразование, это задания с текстом. Здесь нам нужно выбрать три предложения, которые описывают экологическое видообразование. Смотрим. Видообразование может происходить в пределах одного непрерывного ареала, если организмы обитают в разных экологических нишах. Здесь есть все, что нам нужно. Непрерывный ареал, разные экологические ниши. Это описание экологического видообразования. Причинами видообразования служат несовпадение сроков размножения у организмов, переход на новые корма и все это дело происходит в пределах единого ареала. Это экологическое видообразование. Примером видообразования служит формирование двух подвидов погремка большого, произрастающих на одном лугу. Из-за покосов в середине леса формируются два подвида погремка большого, один раннецветущий, другой позднецветущий. На одном лугу, то есть в пределах того же самого ареала, выделяют вот эти экологические группы, то есть это экологическое видообразование. Пространственная изоляция групп организмов может происходить при расширении ареала и попадании популяции в новые условия. Расширение ареала и его изменения это географическое видообразование. В результате адаптации образовались южноазиатские и евроазиатские подвиды большой синицы. Это было связано с тем, что постепенно отступал ледник и постепенно расширялся ареал обитания вот этой вот большой синицы. Изменение ареала это географическое видообразование. В результате изоляции сформировались эндемичные островные виды животных. Эндемичные это значит те, которые более нигде не встречаются, то есть они на островах жили в изоляции и это географическое видообразование. Далее у нас могут встречаться задания на последовательности видообразования. Что касается географического видообразования, то в первую очередь у нас возникает разделение, расчленение изначально единого ареала. То есть вот у нас зайчики обитают на одном лугу и возникает непреодолимая преграда. Дальше у нас две изолированных друг от друга популяции, то есть между ними нет обмена генов. Что происходит дальше? У особей в этих популяциях происходят какие-то мутации. Мутации могут распространяться в популяциях и они могут начать проявляться фенотипически. Если эти мутации дают особям какое-то преимущество в борьбе за существование, то распространение этих мутаций поддерживается естественным отбором. То есть эти организмы с мутациями, они выживают и они оставляют жизнеспособное потомство. Таким образом эти мутации распространяются в изолированных популяциях. Так как мутации возникают спонтанно, они могут возникать разные, в этих разных изолированных популяциях накапливаются разные мутации. Идет время, это очень длительный процесс, и вот эти разные мутации накапливаются в популяциях, в популяциях накапливаются различия. И тогда мы можем уже говорить о разных географических расах. Далее за этим следует репродуктивная изоляция. Что такое репродуктивная изоляция? Это те механизмы, которые предотвращают обмен генов между популяциями. У особей разных популяций могут быть разные брачные ритуалы, а они не спариваются друг с другом. Или они могут спариваться друг с другом, но, например, сперматозоиды погибают в половых путях самки из другой популяции. Или оплодотворение происходит, но потомство нежизнеспособное. То есть репродуктивная изоляция, она нарушает, предотвращает этот обмен генами между популяциями. И здесь мы можем говорить уже об образовании новых подвидов и образовании новых видов. То есть получается здесь у нас два вида, серые зайчики и коричневые зайчики, и они друг с другом уже не спариваются, они не дают плодовитого потомства. При экологической изоляции происходит все примерно то же самое, но все это дело происходит в пределах того же самого единого ареала. То есть вначале образуется какой-то полиморфизм, то есть либо разные особи популяции приспосабливаются к питанию разными кормами, либо у них разные брачные ритуалы, либо они еще каким-то образом осваивают новые экологические ниши и начинают отличаться друг от друга. Дальше все то же самое. Это экологическая изоляция, то есть они, например, питаются разными кормами, из-за этого они обитают немножечко в разных местах. Накапливаются мутации, мутации начинают проявляться фенотипически, распространение мутаций поддерживается естественным отбором, и мы можем говорить о возникновении экологических рас, их еще называют экотипы. И дальше следующий этап – это репродуктивная изоляция, то есть особи вот этих вот разных экотипов, они уже перестают скрещиваться друг с другом, и теперь мы можем говорить о возникновении новых подвидов и новых видов. То есть, опять-таки, да, здесь у нас возникли два вида – коричневые зайчики и серые зайчики. Задание на последовательность. Географическое видообразование, то есть вначале должно возникнуть какое-то разделение ареала. Смотрим, что нам здесь подойдет. Цифра 2 – возникновение территориальной изоляции между популяциями одного вида. Что происходит дальше? В изолированных популяциях возникают мутации, и эти мутации, они могут закрепляться в популяциях, и дальше особи с этими мутациями получают преимущество в борьбе за существование, и распространение вот этих мутаций поддерживается естественным отбором. Смотрим, что нам подойдет. Цифра 3 – сохранение и отбором особей с полезными для новых условий признаками. Дальше – репродуктивная изоляция между особями разных популяций. И когда уже произошла вот эта репродуктивная изоляция, мы можем говорить об образовании нового вида. Далее – задание на последовательность этапов экологического видообразования. Смотрим, здесь у нас никакого разделения ареала происходить не будет. Особи будут осваивать разные экологические ниши в пределах одного ареала. Смотрим, что нам подойдет. Освоение новых экологических ниш. Цифра 6. Дальше. Экологическая изоляция между популяциями. Цифра 1. Накопление мутаций. И мутации поддерживаются естественным отбором. Смотрим, что нам здесь подойдет. Естественный отбор в новых условиях среды. Таким образом возникают экологические расы. Далее – репродуктивная изоляция. Цифра 2. И далее мы можем говорить о возникновении новых подвидов и видов. Цифра 5. Я надеюсь, вы больше не запутаетесь при решении заданий на последовательность. И последнее задание на сегодня – это задание второй части. То есть здесь вам ту же самую последовательность нужно будет описать своими словами. Процесс превращения генетически изолированных популяций в новые виды направляется естественным отбором и называется видообразованием. В синтетической теории эволюции выделяют разные способы видообразования, в том числе географическое и экологическое. Какие процессы происходили при экологическом видообразовании разных видов синиц в московском регионе? Тут уже в самом тексте задания подсказка – экологическое видообразование. В московском регионе обитает пять видов синиц, и они отличаются пищевой специализацией и предпочитаемыми местами обитания. Это хохлатая синица, которая питается мелкими беспозвоночными, их личинками и семенами хвойных деревьев. Это московка, питается мелкими насекомыми и семенами. И вот это название московка, оно все-таки не от города Москва, а считается, что первоначально оно произошло от слова «маска». Вот это вот ее окрас, похожий на масочку. Ну а дальше уже по месту обитания в Москве ее стали называть московкой через «о». Большая синица. Питается крупными насекомыми, и она встречается наиболее часто. Когда мы говорим «синица», мы представляем, скорее всего, именно большую синицу. И она очень важна, она уничтожает большое количество лесных вредителей, она очень большое количество этих насекомых потребляет. Далее, гаечка. Она собирает мелких насекомых с листьев деревьев. И пятый вид синиц – это лазаревка. Она добывает мелких насекомых в трещинах коры деревьев. То есть разная пищевая специализация, и из-за этого отличаются места обитания. Как мы запишем наш ответ? В результате мутаций появляются особи, которые различаются пищевой специализацией. Дальше вот эти вот полезные мутации распространяются в популяциях, и их распространение дает особям, их носителям, какое-то преимущество в борьбе за существование. И, соответственно, эти мутации, их распространение поддерживается естественным отбором. Так и запишем. Возникают мутации. Мутации распространяются в популяциях. Мутации закрепляются в популяциях. У нас возникают вот эти вот экологические расы. И далее все это дело закрепляет репродуктивная изоляция. И таким образом сформировались вот эти вот новые виды, сформировались вот эти вот отдельные популяции. Они заняли разные экологические ниши. Они уже не скрещиваются между собой, репродуктивная изоляция. И мы можем говорить о возникновении новых подвидов или даже видов. На этом на сегодня все. Успешной подготовки к ЕГЭ!